Субтитры делал DimaTorzok Созданы беспрепендентно привлекательные условия для инвесторов и также предоставляется возможность применения британского, швейцарского, любого другого права при заключении инвестиционных договоров. Наша страна на 58 месте из 186 стран по легкости ведения бизнеса и входит в тройку стран лидеров по масштабу реформы. Как обстоят дела с иностранными инвестициями в целом? За 2011-2012 годы в экономику Беларуси поступило в роли 20 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций на баловой основе, что в полтора раза больше, чем за предыдущие пять лет. В Беларуси создано современное инвестиционное законодательство, которое благоприятно для инвесторов. По поручению главы государства правительство сняло все ограничения на приватизацию предприятий государственной собственности. Сегодня любое государственное предприятие может быть приватизировано. Не деньги, вырученные от приватизации государственной собственности, главное. Ключевой вопрос – дальнейшее развитие на новых технологиях с привлечением инвестиций и интеграцией в мировую экономику. Город Минск, как каждый крупный город, имеет свои особенности, которые не всегда позволяют удовлетворить запросы мест. А эта ограниченность территории сейчас Минск относится к одним из самых плотно населенных городов Европы. Руководством города проводится работа по привлечению иностранных инвестиций по направлению, имеющих приоритетное значение. А это в первую очередь промышленность, особенно производство с высокой добавленной стоимостью, выпускающее экспортоориентированную и науко-евую продукцию. Немало важен для нас гостиничный и туристический бизнес. Например, только для строительства гостиниц в городах заключено более 25 договоров с различными инвесторами. При этом гостиничный рынок столицы значительно отстает от рынков соседних государств. Например, фонд Минска практически в два раза меньше номерного фонда, тоже и реки, и венец. И в ближайшее время мы ожидаем еще большего спроса на данные услуги, что в основном связано с размещением в городе Минске представительств крупных международных организаций и компаний, проведением крупных спортивных мероприятий, международных экономических и научно-технических форм. Если вы столкнулись с барьерами для ваших инвестиций в Беларусь, сообщите в мой офис. Если у вас есть предложение, как улучшить в моей стране инвестиционный процесс, дайте мне знать. Если вы видите возможность реализации перспективного проекта, напишите мне. Правительство моей страны сделает все, чтобы Беларусь стала лучшим местом для старта и роста вашего бизнеса. Инвестируя в Беларусь, вы инвестируете в будущее. Все форумы друг на друга не похожи. Это первое. Во-вторых, я очень доволен, считаю, что форум уже состоялся. Потому что, несмотря на те определенные трудности, которые создал мировой финансовый кризис, и те трудности, которые пережила страна наша в 2011 году, к нам приехала большая группа заинтересованных бизнесменов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова